Откуда нам брать силы любить? Мы знаем, что любовь – это такое многогранное слово, и это то, что порой удаёт силы нам жить, порой силы двигаться вперёд, мотивирует нас каким-то действием, поступком. Именно любовь мотивирует нас в служение Богу, в служение людям. И так далее. И мы знаем, что человек, он создан по образу и подобию Божию, и мы знаем, что Бог есть любовь. Бог есть любовь, и Он создал нас по своему образу, чтобы мы были частицей Его любви, чтобы мы своей жизнью прославляли Его. Библия говорит нам о том, что когда мы любим, то Бог пребывает в нас, тем самым мы проявляем любовь, тем самым мы проявляем славу, прославляем нашего Бога в нашей жизни. Вы знаете, порой часто так бывает в нашей жизни, что не имеем любви мы, что сердце пусто, запас этой любви, он истощён, и мы не знаем, где её порой убрать. И так в этом мире люди не знают живого Бога, не знают того, кто отдал за них жизнь, кто пролил за них кровь. И многие люди, они не знают, где искать эту любовь, где искать смысл жить, где искать смысл двигаться вперёд. Они пытаются искать во всём. Кто-то в семье пытается найти любовь, кто-то в работе, кто-то ещё в каких-то делах. Но всё это приводит к разочарованию, всё это приводит к, опять же, разбитой жизни. И мы знаем, что только любовь Бога совершенна. Только Бог есть совершенный, и Он даёт совершенную любовь. И мы, когда приходим к нашему Богу, когда мы, когда приняли Христа в свою жизнь, Бога в свою жизнь, то Бог, мы знаем, что Бог нам дал такую любовь. И тогда наше сердце, оно наполнено на сто процентов. Мы готовы прощать своим ближним, мы готовы любить. Но со временем наша любовь охлаждает, и этот запас любви, он опустошается. И мы не знаем, где её брать. Я часто задумываюсь над вопросом, где её брать, эту любовь. Когда она необходима так? Когда-то к Иисусу подошёл один книжник и спрашивает его, учитель, какая есть самая главная заповедь в законе? И Иисус говорит ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением, всей внутренностью». И вторая, подобная ей, «Возлюби ближнего своего, как самого себя». И на самом деле, это есть основная заповедь, для чего Бог создал нас. Чтобы мы любили Его, Его творение, любили ближнего своего. И только в Нём, в Господе, мы можем получать ту любовь. Когда мы порою, идя в этом мире, оставляя Бога, теряем запас любви, то, приходя к Нему, к Иисусу Христу, мы получаем и пополняем свой запас этой любви в своей жизни. И можем тогда иметь дальше силу жить. Часто мы не понимаем и не знаем, где брать её. Не понимаем, где брать ближнему любовь, где брать любовь к служению нашему. И часто жизнь, она бывает такая, просто на, как сказать, на попутной волне. И мы просто продолжаем делать то, но служение своё, но уже без любви. Потому что не ищем её в Боге. Не забываем, для чего мы, для кого мы что-то делаем. Только Бог, Он силен давать, когда мы не имеем любви, Он силен давать нам эту любовь. И мы проявляем эту любовь в наших молитвах, в нашем отношении к Богу, как мы относимся к нашему Богу. Мы показываем, действительно ли мы имеем любовь к Нему. Когда мы относимся к нашему ближнему с любовью, мы также показываем, что мы имеем эту любовь. И я хочу прочитать 1 Иоанна, 4 глава, с 11 стиха. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нём, и Он в нас, узнаём из того, что Он дал нам, Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем в миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в Нё. Бог есть любовь, и пребывающие любви пребывают в Боге, и Бог в Нём. Написано, Бог есть любовь, пребывающие любви пребывают в Боге, и Бог в Нём. То есть, когда мы пребываем в любви, то в нас, в нас тогда пребывает Бог. И когда мы знаем, что Иисус, Он простил наши грехи, что мы прощены, мы тогда знаем, для чего мы живём, для Него, для нашего Бога. Для чего мы любим, для чего мы движемся, для чего мы существуем. Всё это мы делаем для Господа, для Иисуса Христа. Но когда мы забываем, что только Бог, Он силен давать, и ищем эту любовь, пытаемся заменить её чем-то другим, не Богом, не общением с Ним, не молитвами, не чтением Слова Божьим. Когда это перестаёт быть для нас какой-то ценностью, тогда мы растощаем любовь, тогда мы просто разбиваемся, опять же, об жизненные проблемы, об трудности, когда мы видим недостатки какие-то, видим, что мы сделаем что-то для Бога, но это ничего не приносит, мы не видим плодов. Где нам брать любовь двигаться? Вперёд. В служении своём и так далее. Как часто такое происходит, и наше сердце оно пустое, мы не видим никакого смысла, никакого результата в жизни. Но мы знаем, что Бог, Он, когда даёт что-то человеку, Он никогда не оставляет его. И мы знаем, что что бы мы ни делали, что бы ни было в нашей жизни, Он нас не оставит. И я бы хотел еще совершить молитву, чтобы мы, когда у нас не хватает любви в жизни, мы искали её только в Боге. Чтобы когда этот запас, Он иссякает в нашей жизни, мы не имеем любви к ближнему, к чтению слова, к молитвам к Богу, то чтобы мы просили этого у Бога и знали, что только в Нём, только Он может давать её нам. Хочу призвать к молитве, чтобы Бог, Он сегодня, кто имеет нужду, чтобы Бог давал эту любовь, чтобы мы могли пополнить свой запас любви, то Бог, что бы дал нам эту любовь. Давайте встанем на наши ноги и помолимся.